лыжники по верху проехали только что по этому мосту мы купили едем пить чай у нас сегодня как раз годовщина со дня свадьбы у нас уже 7 лет едем отмечать булками и чаем привет всем помните я говорила про баннер который мне необходимо было нарисовать одной компании одного магазина в общем сейчас мы приехали в этот магазин а баннер висит я вам сейчас его прямо покажу привет висит там люди не буду снимать там уже там 100 надо было вначале там торт не торт а я поменяю все свои да здравствуйте да боитесь это вообще мы приехали в гости тут вообще сладко здравствуйте мы почему-то думали что у вас нету городов прямом ты не попадаешь не бойся вообще но сейчас получится немножко рекламы в общем такой магазин вот мой логотипчик красавица такой ребята заказали еще наклеечки в общем вот такая красота ну не знаю если чтить это за рекламу но получается наверное скорее всего как реклама она вся единая целая получается вот сюда то есть вот этот цвет и вот этот по идее должен ну да да я так понимаю желтый на все получаются твои цвета а почему ты не смотришь этот вариант например какой-то ну там дизайнерский вход в плане там берем какое-то разделение вот так вот да ну я тебя понял то есть это так интереснее да не брать это стандарт наш овощи крупные а уходить вот почему я предложил встретиться сразу рассказал он горизонт потому что я еще думаю у тебя обложка на группе вконтакте стоит вот в ее стиле надо развивать чтобы ты понимаешь был узнаваем вот люди ага увидели где-то это режим вконтакте да у тебя зациклена была связь ну все договорились так всех задания получены вот такой баннер у нас получился будет неплох получилось вот там дальше логотипчик в общем вы сами слышали через месяц еще целый месяц скажите пожалуйста сенабоны вы делаете сентября до сентября до сентября да ага а до этого делали и просто делали до снащи вконтакте испориться получается с одного через месяц ясно победу спасибо на свидании ну в общем вы сами слышали через месяц еще целый месяц ждать сенабоны это у нас третий день эпопея до графе почему нас в у нас получается третий день эпопея по поводу поиска этих синагонов Не знаю. Попробуем сейчас еще в какой-нибудь магазин съездить. Здесь, кстати, Эклер Кайфе. Очень вообще хорошая была выпечка. Вообще, ну, неплохо. Мы пробовали пирожное. Вот будем искать. Сейчас мы пришли в магазин в поисках колбасы. Нам нужна сургутская молочная. Докторская молочная. Все, на бутерброд. Почему докторская? Вареная, молочная. На кассе оплатим и едем дальше. И тут нету, да? Синабон, вот он. 45 рублей. Но он такой маленький. Тут Синабон оказался вообще вот такой вот маленький. Один, так что не подходит. Такой вариант. Мы, кстати, сейчас на биатлонном центре. Здесь ресторан. Здесь вот такая красота. Елочки. Вот такие красивые ели. Вот этот ресторан, куда мы ходили. Сейчас Синабону смотреть. Там просто лакомка кондитерская. Вот такая вот красота. Сейчас попробуем проехать вниз, где вообще, собственно говоря, весь биатлонный происходит. Вот этот мост, который на всех фотографиях популярных. Красота, конечно. Мы приехали сейчас в центр зимних видов спорта имени Александра Васильевича Филипенко. Это был наш губернатор. Вот в честь него назвали биатлонный центр. Вот такая красота. Это телецентр. Получается, здесь вот этот мост, о котором я говорила. И чудесный лес, в котором все гуляют. Вот такая красота. Пойдем туда пониже. Я вам сейчас покажу трибуны, где располагаются люди во время самого биатлона, самих соревнований. И как летом выглядит трасса, как выглядит финишная и стрельбище. Вот идем. Вот такая вот постройка. Конечно, смотрится это вживую. Все намного, намного мощнее и больше. Летом здесь гуляют. Гуляют с собаками на велосипедах, катаются. Вот смотрите, здесь написано Ханты-Мансийск. Многие, наверное, смотрели телевизор, следили за соревнованиями. Вот это именно здесь происходит. Пойдем ниже. Вот здесь готовятся. Здесь исходная позиция, когда они там стоя или лежа. Вот. И здесь само стрельбище. Сейчас я вам увеличила посмотреть. Вот. Поближе. Само стрельбище. Летом сюда приходят с семьями отдыхать, кататься на велосипедах, на самокатах, на роликах. А также есть еще вариант летнего биатлона. Вот огромный телевизор, который все это снимает. Там комментаторские трибуны. Вот такая красота. Пойдем еще дальше. Здесь трибуны, заполненные народом во время самих соревнований. Ну, ладно, человек так лихо на роликах зажигает. Вот все остальные здания комплекса биатлонного. Вот тут тоже трибуны. Вот там мост видно. Попробуем ниже спуститься. Здесь тоже был ресторан. Покажу вам с этого ракурса тоже стрельбище и трибуны. Сейчас пройдем туда, где готовились обычно спортсмены, где готовили им снасти, лыжи, все остальное. Это их домики, домики участников. Вот они стоят. Мне как-то тоже довелось работать на биатлоне. Тогда вот этих домиков еще не было. Кстати, одно время мы здесь загорали летом. Ну, вот, собственно говоря, вот эти домики, в которых размещаются различные страны и готовят себе инвентарь к выходу. Наш красивый лес. Очень красивый, густой. Еще называют тропа здоровья. Там ходят гулять, на велосипедах катаются, на роликах тоже. Смотрите, какие сооружения. Сейчас вам покажу. О, видите, как все серьезно. Вот там они спускаются, тоже трасса проходит. Вот такие мощные-мощные сооружения. Не просто так. Вот сейчас мы гуляем там, где лыжники катаются. Вот тоже катаются. Это само стрельбище я показывала. И там тоже комментаторские трибуны. А, я все поняла. Вот вип-зона. Они смотрят отсюда. У них закрытая трибуна получается. Вот, я вам говорила про лыжников-биатлонистов. Сейчас он проехал, скажем так, на летних лыжах. Вот сама схема. Ну, уже кому интересно, остановите видео. Посмотрите внимательно. Вот ребята катаются. Вы увидели. Удалось показать. Мне вот лично нравится такая архитектура такого рода. Красиво. Такой скандинавский, наверное, баварский стиль. Вообще, город Хантамансийск спортивный город. Здесь и молодежь, и те, кто уже постарше. Да, даже пенсионного возраста люди занимаются спортом. Например, те, кто уже постарше пенсионного возраста, у тех распространена скандинавская ходьба. С палками и пошли. Много кто бегом занимается. Очень-очень много людей на велосипедах. Прям очень много. Почти в каждой семье есть лыжники. Ну, как сказать. Еще бы в таком городе, где есть возможности заниматься лыжами и биатлоном, люди не занимались бы этим. Лыжники по верху проехали только что по этому мосту. На семи холмах. Очень, конечно, живописная здесь природа. А еще у нас в центре города стоит чум. Он прям, да, на центральной площади. Такое здание. Это гостиный двор, магазины, кафе. В самом-самом центре города. Вот наша центральная площадь. Ну, такая совсем небольшая площадь. И ветреная. Попытаем счастье здесь. Так, тут получается клубника, бюшня и брусника, да? Ну, такой брусник. А что они такие сплющенные? Ну, вот. Что-то как-то они сплющились. Ну, не бруснику точно? Нет, что, бюшня. Ну, да. Раном, да? Ну, да. Не бюшня. Что-то их так сплющило, конечно. Да. Да. Какие-то блинчиковые получились с брусникой. Ну, какая-то карамельная корзинка. Такая тоже аппетитная. Экс и Наполеон. Косы. Значит, берем... Курник и два синабона. В общем, мы взяли один курник. Маковую... Маковую косу и два синабона. Вот наша покупочка. Та-да-да-дам! Мы купили. Едем пить чай. У нас сегодня как раз годовщина со дня свадьбы. У нас уже семь лет. Едем отмечать булками и чаем. Покажу немножко домиков и строений. Тут еще остались деревянные дома. Ну, они соседствуют вместе с многоквартирными домами. Ну, это, наверное, тоже временно. Скоро их тоже уберут. Снесут. И будут большие многоквартирные дома. Прям целая улица, слышишь, с двухэтажками идем. Угу. Здесь вообще частная. Здесь частный сектор, да. Здесь уже пошли многоэтажки. Ну, это не многоэтажка, это пятиэтажка, конечно. А сейчас мы выезжаем на главную улицу города. Улица Мира. Как-то в каждом городе есть улица Мира и улица Ленина, да? И строители. Все, мы на главной улице города. Улица Мира. Все, набрали всякой выпечки. Косичка, конечно, симпатичная. Вот, курник. Ну, так себе. Но синабоны меня опечалили. Ну, да ладно. Мы их так давно искали, что, ну, будем сейчас кушать. Вот, чай я уже тоже налила. У нас так вышло сегодня, что это второй прием пищи. Время уже 5 часов вечера. Еда получается сегодня вредная, но что делать? Завтра с утра я планирую пораньше встать. Мне нужно еще поехать в больницу. Еще кое-что там я должна отдать. И потом уже буду дома. Приеду домой и буду завтракать. Еще не знаю, чем позавтракать. Ну, пока лето особо так и вообще есть как-то не хочется. Вот. А сегодня у нас огорчительное лето. Если это можно так назвать, на улице утром было 13 градусов, весь день 15. Ну, холодно. И даже если вот так заметить, проехались по городу, люди ходят. Мы даже видели людей, компания шли. Они в шапках все были, в куртках. Но я бы не сказала, что прям так холодно, что одевать нужно шапки и куртки. Ну, прохладненько, с ветровочкой, наверное. Может, с толстовочкой. Мы так вообще в футболках были. Ну, вот. Поэтому мы будем пить чай. Всем приятного аппетита. Кто тоже пьет чай или кушает. Ну, как всегда, стандартная ситуация. Вот сколько теста и вот сколько начинки. Вот так вот. я бы сказала что этой начинки вообще нету один какой-то кусочек вон там светит-то отсветит и одно тесто ладно корнике там больше брать не будем